Здарова, крокодилицы мои, господи, господи, Коршун в эфире. Так, ребята, у нас сегодня радостный день. К сожалению, в последний раз снимаю деньги с Ютуба. С Ютуба, но хорошая сумма положим с вами на ипотеку до конца года. Да, ребята, будет загашен мой кредит. Мало ли кто не в курсе, я уже 3,5 года снимаю ролики, за это получал, получал, в всяком случае, деньги, да. И, значит, сначала, когда начались... Ребята, подождите, я на красный свет перехожу дорогу, подождите. Подождите, хаишников нету? Все, перешли. Короче, сначала нам обрубили монетизацию в России, но оставили за границей. И мы, как блогеры, где-то 2 года получали какие-то слезы, копейки, и вместе с тем что-то накапывалось. Сегодня я вам покажу, сколько конкретно, какая сумма пришла, да. А сейчас, в августе, нам вообще обрубили все. Все, денег больше не будет. Никогда, никаких. Поэтому снимай, не снимай, но грошей не будет. Ребят, честно, я оптимист. Но, скажем так, здравый смысл меня подталкивает к мысли, что будущего, во всяком случае, у Ютуба в России, скорее всего, нет, ребята. Есть несколько причин. Во-первых, если еще 2-3 года назад платформа ассоциировалась с каким-то свободой, слово, говори, что хочешь, твори, выражай свои мысли, сегодня нет. Сегодня там ты можешь продавливать только одну точку зрения и никакую другую. Тебе сразу же прилетит предупреждение, заблокируют канал и еще что-то. На собственной шкуре я это почувствовал. Второй момент, ребят. Развиваются российские аналоги. Если вы сегодня решите зарабатывать на блогерстве, я настоятельно рекомендую рассмотреть такую площадку, как Дзен. Сколько я получаю, какие гроши, я все рассказываю в своих видео, стараюсь вас замотивировать, тоже как-то немножко, какую-то лишнюю копеечку иметь, да. Поэтому смотрите Коршуна, подробно все вам расскажу. Я, кстати, специально заговорил о Дзене. Это фасад здания. Здесь у нас в Петербурге находится компания Яндекс, да, их главный офис, ребята. Еще момент. Многие нас, блогеров, обвиняют, что типа, ой, продажные шкуры, все за гроши, за гроши. Ничего не хотите делать бесплатно. Ребят, я вам так скажу, я 3,5 года снимаю видео. У меня два канала, на котором ежедневно выходят мукбанги. На втором вот я стараюсь тоже снимать, регулярно выдавать контент. Конечно, чтобы была мотивация, чтобы были силы, энергия, ты должен где-то подпитываться. И финансовая сторона, это не последний момент, на который я обращаю внимание. Поэтому смотрите на это дело как предприниматель, что да, я на этом зарабатываю деньги. И если у меня нет настроения, сил, желания дальше снимать, продолжать что-то делать, я должен встать, включить камеру и пойти снимать ролики. Я должен, должен. Вот это себе в голову бейте и спокойно дальше работайте, хорошо? Ну и еще раз говорю, ребят, ищите выгоду, ищите выгоду, финансовую выгоду, иначе не сможете, не сможете долго снимать. Надоест, надоест, опустятся руки, по себе знаю. Поехали. Перед выходом наелся арбузы, ребята, если сейчас я не пописываю, я помру. В смысле слова. Надо найти какой-нибудь куточек, закуточек, кусточек, что-нибудь спасите, корж, но спасите. Едем, 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 едем. Едем дальше по Питеру, поехали. В этом году, начало осени, в Петербурге какой-то волшебность. Светит солнышко, нет ветра, тепло, тепло, тепло. Честно, мне даже на неделю не хочется уезжать в отпуск в Белоруссию. Я хочу быть в Питере. Настолько здесь классно. Что-то я рано вышел, еще 15 минут до открытия банка. Давайте быстренько у нас засчитаем донатики, донатики, донатики. Так, она мне им отправила 500 рублей. Спасибо большое, ребят, 500 рублей. Евгений, поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо, спасибо. Желаю здоровья, успехов в работе. Оставаться таким же позитивным, веселым. Ребят, это обязательно. По-другому никак, по-другому не дожди до столи. Только на позитиве. Так, ты заряжаешь своих подписчиков оптимизмом. Спасибо тебе за это. Ну, ребята, ну, вот. Я, знаете, иногда я снимаю, и мне кажется, что я чересчур заряжаю вас оптимизмом. Что я, скажем так, очень такой экстра, да, парень. Ну, ребят, я реально такой в жизни. Если вы меня где-то встретите на улице в Питере, увидите, что мальчик говорит... Тра-ля-ля-ля-ля, трра-ля-ля-ля-ля, трра-ля-ля-ля. А вот такое, знаете, вот такое будет. Вот так. Так, дальше. Аноним также прислал 200 рублей. Знюхай, коржун. Ты молодец. Спасибо. И третий донат. Аноним. Все анонимы, ребят. Просто прислали 200 рублей. И все. Ну, написали бы хотя бы маленький текст. Ну, приятно было бы. Все равно же, ребят, это же классно получать от людей поздравления. От людей. Представляете, когда массово люди пишут. Женька, с днем рождения, здоровья, счастья, успеха, денег. Ребят, оно притягивается. Я вам серьезно говорю. Притягивается. Начинает все получаться. Вот так. Ой. Это, видимо, что-то с Японией, с Китаем связано, да? Мы находимся, получается, в сквере на Литейном проспекте. Вот так, ребята. Только сейчас обратил внимание, что такая красота вокруг, да? Вот так живешь в Питере, ребят, живешь, и действительно многих еще не замечаешь. Ладно, поехали. Почему такие узкие тротуары, ребята? Мы, чтобы не толстые, но еле можно разминуться. Ой, аккуратненько. Все, проехали. В центре мало того, что очень шумно, еще ветра нет, душно, жарко, понимаешь, мокро насквозь, ребят. Вот что, жить вот в этих вот бетонных коробках. Не, лучше идти рядом с парком, рядом с лесом. Тяжело. Честно, ребят, я не помню, по-моему, здесь, да? Да, точно здесь вход. Все, вспомнил. Надеюсь, людей нету. Так, тихо. По-моему, никого нету. Или еще закрыто? Подождите. Стойте. А, нет, открыто. Физическое лицо. Вознос и выдача денежных средств, правильно? Да. Для первых. Здравствуйте. А я заказывал деньги, это на момент... Да, да. Да. Там доллары, ты можешь рубляк снять. Спасибо вам, ребят, большое за ваши просмотры, за поддержку, за лайки. Спасибо. Первым делом, ребята, как только мы с вами сняли гроши, да, мы зашли в налоговую и показали свой доход. Естественно, в октябре месяц идет уже большая сумма мне по налогам, но что сделать, ребят, надо платить. Зато спишь спокойно и уже не переживаешь, да. В последний раз, в последний раз деньги с ютуба. Грустно, сложно, но что сделаешь, ребят, такая жизнь, буду подстраиваться, как-то крутиться дальше, вертеться. А, еще знаете, что мне не понравилось? Короче, доллар упал, да, на 2 рубля за сутки. Коршун, как всегда, везет, да, не чтоб вырос. И, значит, по Насбанку он 88, а они почитали по 84. И получилось там 550 долларов у меня было, да, значит, 40, почти 47 тысяч рублей, ребят. Вот. Сейчас добавлю немножечко и положим с вами. Дело в том, что у меня бухгалтерия не сходится. Я-то думал, что они почитают по 88, и у меня выйдет 50 тысяч рублей, а у меня вышло 47. Я еще хотел купить юанчиков, да, и мне нужно положить 63 тысячи рублей за октябрь, за ноябрь и за декабрь, по 21, да. Но мне не хватает, поэтому я положу 60, а послезавтра мне придут отпускные, я 3 тысячи уже переведу. Хорошо, чтобы до конца года, как говорится, деньги лежали. И юаней сегодня покупать не буду, ребята. Ну, ничего, куплю тогда с этого. Придут отпускные, придут зарплата, на дзенчики что-то капает. Короче, коршем без рошем не останется. На радостях уже, получается, проехал нужный вход, ребята. По поводу, кстати, иностранного счета. Она мне сказала, что если в течение двух лет я не буду им пользоваться, они его просто закроют. Но никаких штрафных санкций там, ничего такого не будет, поэтому пусть будет, да, мало ли. Но на самом деле, ребят, уже два года прошло, как мы живем под ограничениями. И скажу, что, ну, уже даже любая бабушка, которая более-менее соображает, может вывести деньги из-за границы. Вам, пожалуйста, и криптовалюты, и какие-то там посредники, и еще что хочешь, короче, ребят. Только роши. Вот покажите один роши, а как вывести мы уже знаем, да. Ну, на всякий случай, ребят, счет оставлю. Я знаю блогеров, которые не позаботились о выводе денег заранее, и у них сгорели, да. И там, знаете, какие суммы? Ну, я в доллары скажу, две с половиной тысячи долларов, три тысячи долларов. Просто сгорело, все. Вот труды все на смарку. Поэтому, ребятки, конечно, пока есть возможность, пользуйтесь. Мало дней. Вот пришли, деньги вывели. На ипотеку положили. Все, вопрос закрыт. Нет, не ждем с моря по морде, да, как я говорила, с моря погодой. Так, сколько ж нам снять? Сколько нам снять? У нас 46 970. Давайте мы 14 снимем, да. Вот так. Так, все. Это уже, это уже мое заработанное. Не блогерством. Ну что, у моего волшебного банкомата. Хочу сказать, все, в этом году последний транш. Нет, ребята, на инвайк-то надо положить будет нам с вами. И плюс страховку еще платить. Поэтому до конца года, да, я уже вопрос закрою. Но только не вычислено, что некоторые деньги не примут. Я сейчас поломаю этот банкомат. Давай. Ой, 60 200. 200 рублей мне нету, поэтому положу 200. Зачислить. Все, слава тебе, господи, ребята. 2024 год по ипотеке закрыт. Ура. Что я чувствую, зная, что у меня до конца года все уже. Решен вопрос ипотек. И вы знаете, какое-то безразличие. Я не знаю почему. Возможно, обесценил, привык как-то. Ну нет такой радости, как было раньше. Что все, 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 очередной шаг. Не знаю почему. Не знаю, ребята. Хотя еще платить мне до конца 2029 года. То есть, ну еще 5 лет. И надо как-то немного вот разгонять эту энергию, да. Вот как бы радовать и облагодарить. Но почему-то не получается, ребят. Серьезно. Ну ладно. Для себя давайте вот прям раскручу эту тему мотивации, да. Я скажу так. Женька, ты даешь себе шанс в декабре уехать отдыхать. Все. Ты дальше зарплаты отпускные, там не знаю, какие-то еще деньги можешь откладывать на поездку, да. У тебя реально есть шанс. Этот вопрос закрыт. И для людей, которые тоже там планируют заниматься блогерством, а сомневаются еще что-то. Представьте на секунду, что ваш обязательный платеж, допустим, по ипотеке, вы можете не платить 3 месяца. Вот. И благодаря блогерству реально 3 месяца можно не платить. Ну, если у вас нет кредита какого-то, не знаю, коммуналку, еще что-то. Ну, у каждого из нас есть какие-то вот моменты, которые мы должны финансово закрывать ежемесячно, да. Так вот, представьте, что вот эту весомую часть денег вы, скажем, освобождаете, выпускаете свободу и можете тратить на другие возможности. Но для этого, для этого вы регулярно должны делать контент. Он что, замотивировал взять камеру? Так, ребят, видео закончится, взяли телефоны. Быстро пошли, быстро, 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 быстро. Пошли создавать контент. Создавать конкуренцию было, это, Коршуну, да. Плохая идея кататься по Невскому проспекту на самокате. Много народа и жарко очень. Коршуна, я так захотел в туалет, что не мог терпеть. Просто уже зашел в эту пятизвездочную гостиницу. Смотрите, какие люстры. Так, выходим, пока не выгнали нас с вами, да. Выходим. Типа, мы простояльцы, все, мы тут живем. Нормальная гостиница, ребят, за эти деньги, в принципе, жить можно, да. За деньги сумасшедшие, ребят, по-моему, 50 тысяч в сутки номер стоит. То есть я год на ютубе работал, чтобы на сутки здесь остановиться. Все, ребят, вышли. Вышли. Как она называется-то? Коринтийотель. Короче, сюда я сходил в туалет, ребята. Бесплатно, но уж сильно захотел. Спускаемся с вами в метро. Поедем. Загорать, купаться, да. Пока, пока еще продолжаются теплые дни в Питере. А вообще, ребят, конечно, любим мы обесценивать свою жизнь, свои достижения. Казалось бы, Женька, ты белорусский, деревенский парень, сяло, сяло, приехал в Питер, и можешь наслаждаться этим городом, ходить по Невскому проспекту, купаться в Финском заливе, хоть каждый день радуйся. Ты же раньше не мог это сделать. Ладно, здесь родился, но раньше-то по-другому все было. Раньше у тебя детство с кораблями, с вилами в поле проходило, да, с мотыгкой, с тяпкой, мы называли ее, да, когда пололи там все. А сейчас-то все по-другому, и вместе с тем, вот, ты чем-то недоволен. Ипотека у тебя закрыта. И реально возможность есть поехать отдыхать за границу в декабре, она есть. Пусть не дорого, а богато, но есть. Поэтому надо как-то это себя разгонять, да. Вот такие дела, ребята, такие дела. Встал, друзья мои, в середине. Здесь вроде бы поменьше людей, я, видите, с прицепом, поэтому, чтобы не так сильно я толкался. Все, в нужную сторону едем, слава богу. Ой, я даже присел. Знаете, ребят, почему я немножечко, чуть-чуть грустнул? Трудно осознавать, что все-таки все, это последняя транш с ютуба. Я понимаю, что я дальше буду продолжать снимать видео, что будет деньги сцена, я понимаю, это все, я все понимаю, но мне обидно, обидно, вот, вот и все. Ну, осознал, принял, да, и дальше уже буду как-то с этой мыслью жить. Ну, такие дела, ребята. Ну, в любом случае, спасибо всем, кто до этого меня смотрел на ютубе. А сейчас смотрит на дзене, ребята. Вы хоть как-то меня мотивируете. Такие дела. Кстати, иногда, когда встречаюсь со зрителями, вы мне задаете один и тот же вопрос. Типа, Женька, а как ты вообще не стесняешься вот так, среди людей, что-то на камеру рассказывать, те же смотрят. Тебя-то не смущает? Ребят, во-первых, в Питере всем все равно, вот поверьте мне. Во-вторых, привыкаешь. Вообще, я не вижу людей, и у меня ощущение, что я один на белом свете. Поэтому, вообще, без проблем, я беру камеру и снимаю. Пусть толпа пока пройдет, а мы с вами посидим, подождем. Ну, ребят, вердикт. Давайте подведем небольшой итог. В итоге получается, что я уже все, могу деньги копить на поездку, прям не задумываясь, что мне еще куда-то надо. Это же тоже очень серьезный, важный шаг. И, может быть, мы с вами не в захолустную какую-нибудь страну поедем, да, дешманскую, а, ну, типа там, Куба, да, или Кухет с хорошей гостиницей. Ну, уже ближе к делу будет видно. Выходим из метро. Господи, кто поставил тяжелые двери? Нормальные двери не могут поставить, чтобы сами открывались. Так, коршуны. Кто ни разу не был в Петербурге и хочет пожить в спальном районе, почувствовать себя истинным петербуржцем, смотрите, вот в этом доме, он, видите, с синей полоской, вот, да-да, рядом с метро сдается квартира посуточная, напрямую от собственника. У меня есть контакты, да-да-да. И что обращаете, ребят? Помогу пожить в хорошем районе. Самое главное, что при заселении, если вдруг вам потребуется, можем сделать регистрацию, причем официально, да. Через паспортный стол сходим с вами, запомним все документы, и у вас будет официальная регистрация. Мало ли, потребуется. Район вот этот, Бегавай, он потрясающий, ребят. Здесь Пинский залив, вон там башня в автоцентр, метро в шаговой доступности, 10 минут ты в центре на метро. Ну, в общем, удобно, удобно. Так, друзья мои, я сейчас зайду... Подождите, солнце падает. Вот видите, блогерские штуки. Я понимаю, что солнце некрасиво падает, и вы меня плохо видите. Короче, ребят, перед поездкой в Беларусью мы еще с вами зайдем в магазин, посмотрим, как изменились цены на продукты. Хорошо? Так что через пару дней жду на канале, и потом уже пойдут у нас выпуски с Республики Беларусь, с родины вашего автора, вашего Коршуна. Так что жду на канале. Не забывайте Коршуна, заходите регулярно. Буду радовать вас очередным контентом. Все, ребята, пока-пока. Пока, скоро увидимся, пока.